Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В последнее воскресенье перед началом Великого Поста мы вспоминали изгнание Адама из рая. И вот первые ветхозаветные чтения на первой же седмице Великого Поста именно повествуют об этом самом, о творении мира, о первозданном рая и о том, как первые люди утратили этот рай. Это все взаимосвязано, это не случайно. Древняя Церковь рассматривала Великий Пост как заключительный этап оглашения тех, кто готовился к окрещению, а эта подготовка продолжалась не один год зачастую. И вот Великий Пост — это заключительная подготовка. И, соответственно, читались вот эти самые паримии из Ветхого Завета, в частности книга «Бытия» с самого начала. И, конечно, это ключевой момент в нашей вере, в нашем богословии, что произошло вот с первыми людьми и почему, собственно, человечество оказалось потерянным и возымело нужду во спасении. Вот об этом все говорится. Надо сказать, что рассказ книги «Бытия» — это не история, как оно было на самом деле. Это своего рода мифологический рассказ, но в каком смысле мифологическим? Не в том, что мифы — это какие-то там выдумки, басни, это отрицательный момент имеет слово «миф», а это символический рассказ в образах, понятных древнему человеку, который жил, допустим, три и больше тысяч лет тому назад. И вот рассказ символический в таких вот образах, понятных, повторяю, человеку той древневосточной или южной цивилизации, не философскими терминами, а такими понятными для тех людей, которые тогда жили. В образах райский сад, деревья с разными плодами, от которых люди призваны были вкушать в свое удовольствие, в свое счастье. И вот от каждого дерева было позволено людям вкушать. За исключением только дерево познания добра и зла. И вот, конечно, здесь много недосказанностей в этом рассказе. Понятно, что это икона, как бы сказать, того, что произошло с первыми людьми, но икона не живописует мельчайшие подробности. Она доносит нам просто некую весть, главную весть. А что там, как оно было на самом деле, мы не знаем и, может быть, и не узнаем никогда. Но весть эта доносит следующее, что зло появилось каким-то образом, может быть, даже не с первыми людьми, а появилось до того, как Адам и Ева были сотворены. Их задача была, очевидно, стать сработниками Богу, вопреки тому, что произошло, скажем, до того, как люди были сотворены. Почему это произошло? Опять же, Библия ничего не говорит. Есть только рассказ небольшой в последней книге Библии «Откровение Иоанна Богослова, апокалипсис Иоанна». Когда в 12 главе есть такое место. «Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю, поверг их на землю». Ну, или третью часть ангелов по-другому. «Дракон сей стал, значит, произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангелы его, незверженные с ним». Вот откуда появился, может быть, тот самый змей, который был хитрее всех зверей, в этом первозданном раю. Спрашивается, если мы читаем в первой же главе «Бытия», что все увидел Бог, что создал, и вот все очень хорошо, «товмеод» на еврейском оригинале, то есть предельно очень хорошо все, что он создал, тогда откуда взялся в этом раю змей, который был хитрее всех зверей, «нахаш» по-еврейски. А это слово, значит, совпадает с глаголом одноименным «нахаш», что, значит, ворожить, колдовать. И вот ворожбой своей этот «нахаш» соблазняет Еву, приступает к Еве и, значит, говорит, «а подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» На самом деле Бог сказал не так. Он сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю, а не ешьте от одного лишь дерева познания, добра и зла. То есть он уже как бы исказил повеление Бога, и, значит, да, жена сказала, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним. И сказал тогда змей жене, «Нет, вы не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот так вот своей ворожбой, вкрадчивой, Нахаш, древний змей, соблазнил Еву. Она сорвала, так сказать, плод с древа познания добра и зла. Обычно во всяких так рассказах говорится, что яблоко сорвало, но во всяком случае здесь не говорится вообще ни о каком яблоке, а просто с некого сорвала некий плод. Очевидно, для европейской цивилизации близки были яблони с яблоками, но по древнегреческой версии, на самом деле, по византийской версии точнее, это была смоковница, а не яблоня. Тем более, что после того, как Адам с Еву обнаружили, что они наги, они сшили себя опоясами из листьев смоковницы, как дальше там говорится. То есть, по версии, повторяю, восточная, это была смоковница. Почему, кстати говоря, объясняют некоторые толкователи, что Иисус Христос в последние свои дни, после входа в Иерусалим, увидел смоковницу зеленеющую и проклял ее. Есть такое объяснение, что именно за то, что смоковница послужила деревом соблазна для первых прародителей. Ну, есть такая версия интересная. Так вот, значит, после вкушения от дерева познания добра и зла, Ева сначала, значит, потом она дала Адаму вкусить, и вот они увидели, что они наги. Нагота в данном случае имеется два смысла. Очевидно, первый смысл до падения это как бы чистота и первозданность, непорочность, а после падения это символ обнаженности и беспомощности. И вот они вкусили древо познания добра и зла и не стали как боги, как им обещал змей Нахаш. Вообще, вот это вот символ дерева познания добра и зла по-еврейски «эц даат топ вара» указывает на что? Он указывает в том числе на путаницу, происшедшую в сознании первых людей, когда добро и зло у них спуталось в результате присвоения самовольного плодов с этого дерева познания. На самом деле, что есть добро и что есть зло, знает до конца только один бог. И действительно, змей обещал им, что у них будет такое же знание и они станут как бог. В принципе, доля правды в этом есть. Люди изначально, возделывая этот рай и храня его, призваны были стать уподобленными Богу, но не путем, каким открыл им Нахаш, ворожитель, а именно путем послушания Богу, постепенного возрастания и непрерывной жизни в воле Божией. Тогда действительно люди смогли бы познать и с самого начала бы различать, что есть добро и что есть зло. Но они потеряли именно этого развлечения в результате ворожбы Нахаша, змея древнего. И с тех пор это распространилось, вот эта вот порча на все человечество. Когда сейчас говорят некоторые оппозиционно настроенные христиане, мы призваны различать добро от зла, мы призваны называть вещи своими именами, а на самом деле они впадают в то же искушение, самовольно присваивая себе суд, что есть добро и что зло, который окончательно это принадлежит Богу. Он есть, знает, что есть добро и что зло. И зло есть прежде всего уклоняться от воли Божией. если мы, начиная с самих себя, уклоняемся от воли Божией, и мы ее не знаем, мы ее не понимаем до конца, мы вольно или невольно творим это зло. Вот это очень важно понимать. Путаница добра и зла в каждом из нас заключена, этот клубок противоречий. И если распутывать этот клубок противоречий, то начиная исключительно с самих себя, именно познавая лично, что есть воля Божия в каждый момент нашей жизни и как лучше поступать. Но учитывая путаницу добра и зла в нашем мире, иногда мы обречены из разных грехов делать меньший грех или меньшее зло. Такое тоже бывает, к сожалению. Потому мы грешники были и грешниками останемся. Несовершенными людьми уже в этой путанице добра и зла мы до конца не можем познать волю Божию и не можем различить добро от зла даже вот применительно в нашей повседневной жизни, когда из разных зол приходится выбирать меньшее, а не просто вот быть абсолютно чистыми во всех ситуациях от греха, от соучастия в каком-то зле, большом или малом. Вот такая наша жизнь. И это плод последствия того, что люди первые проявили первое непослушание воле Божией. То есть они действительно призваны были к обожению, к уподавлению Бога, но не так, как говорил им древний изми Нахаш. У апостола Павла как раз есть замечательное место, которое периодически читается из посланий к филиппийцам, что Иисус, Сын Божий, не подразумевал хищением стать равным Богу, но смирил себя и даже до смерти на кресте. То есть не самовольно похитить себе право стать как Бог. Что как раз произошло с первыми людьми по подсказке змея. Вот первые люди самовольно похитили плод с древа познания добра и зла, чтобы стать как им змей обещал как Бог. Вот, а Иисус не так сделал. Он смирил себя до смерти крестной. И, кстати говоря, в первой книге Бытия, третьей главы, есть первая надежда, своего рода первая Евангелие. Оно так и называется. Первая Евангелие. 15 стих, 14-15 стих, вот, когда Господь Бог обещает. Во-первых, Он проклинает змея. Змей подразумевался прямоходящим таким существом. А Он говорит, что ты будешь уже ползать на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И дальше говорит, вражду положу между тобой и между женою и между сенем семенем твоим и между семенем ее. Оно или по-другому Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Это так называемое первое Евангелие свидетельствует о том, что будет некая жена родиться и семя от нее, Христос, который победит того самого древнего змея, дьявола. Об этом уже говорится в Новом Завете и в последней книге Нового Завета Апокалипсиса Иоанна. Ну и дальше, конечно, последствия такие, что обещается. Умножу скорбь твою в беременности твоей, говорит первой женщине, в болезни будет рождать детей, твое увлечение к мужу, но он будет господствовать над тобою, и Адаму говорится, что проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчицей произрастит она тебе, да, действительно, земледелие связано со многими трудностями, со многими скорбями, особенно в то древнее время, когда не знали, так сказать, технику, не знали удобрения, какие сейчас используются, и в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, до кони не возвратишься в землю твою. Вот действительно тоже это исполняется во многих случаях в нашей жизни. Мы работаем, мы вынуждены зарабатывать, так сказать, деньги, чтобы кормить себя, свою семью, но зачастую эта работа не всегда приносит нам удовлетворение, счастье, а просто некое, вот как бремя, бремя, которое приходится отрабатывать. Вот что означает в поте лица будешь есть хлеб твой. Да, это дар Божий особый, когда человеку нравится то, что он делает, и этим он кормится, и этим он живет. Это дар Божий. А в большинстве случаев действительно так, как написано. В поте лица будешь съесть хлеб твой и отрабатывать, так сказать, труд. Ну, и вот основная весть, которая заключается в этом отрывке. Но самое главное, что, вот, как я уже сказал, семя жены сотрет рано или поздно голову змея, вот этого древнего змея, который соблазнил первых людей. Еще, конечно, может возникнуть у некоторых вопрос, вот что же, почему же такая необратимая катастрофа? Вот люди только вкусили, так сказать, плод, и неужели это необратимо? Только за вкушение плода, за эту ошибку вот такая вот непоправимая участь, распространившаяся на все человечество. На самом деле, если читать ту же третью главу бытия внимательно, то можно прийти к выводу, что нет, это не был одномоментный момент в грехопадении. Ведь, когда первые люди вкусили этот запретный плод, Бог пытался воззвать к ним, так сказать, к их разуму, к их сердцу. вот, он спрашивает у первого человека, Адам, где ты? Как бы, приди в себя, осознай, что ты сделал. А вместо того, чтобы осознать, вместо того, чтобы действительно признать свою ошибку, признать то, что он нарушил повеление Божие, он говорит, я голос услышал твой в раю и убоялся, потому что я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, спрашивает у него Господь. И Адам говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала от дерева и я ел. То есть свою ответственность он уже, скажем, переносит на жену. Я как бы ни при чем, но вот жена, которую ты мне дал, она мне дала. А тогда Господь спрашивает у жены, а что это ты сделала? Она тоже говорит, змей обостил меня и я ела. Вот с этого начинается, с перекладывания ответственности личной на другого, вот углубляется это самое грехопадение. Углубляется. Может быть, была бы точка возврата, была наверняка возможность, так сказать, припасть к Господу, покаяться и осознать. Нет, они стали оправдываться друг перед другом, перелагать ответственность на другого. И вот с этого момента, конечно, грехопадение, так называемое, становится необратимым. Как вот камешек, так сказать, с горы падает и увлекает за собой другие камни и потом возникает целая лавина. необратимая уже. Вот так, наверное, произошло с первыми людьми, потому что потом дальше понарастающий. Каин убивает Авеля, потом Ламех в седьмом поколении уже там больше, все понарастающий. это уже дальнейшее повествование книги Бытия, не за рамками сегодняшнего чтения. Но вот действительно важно не повторять ошибки первых прародителей, не присваивать себе самовольно суд, что есть добро, а что есть зло в нашем мире, и что там люди делают, властители или кто еще, кем мы бываем недовольны. Не присваивать себе окончательный суд, признавать то, что мы не знаем очень много, а многое от нас сокрыто. Не только то, что было в прошлом, а и в настоящем, что происходит, нас сокрыто. Мы только можем с некой долей уверенности или доверия другим свидетельствам судить о чем-то. Но это тоже будет неполная, неполная картина того, что мы видим и то, что мы знаем. Вот полноту, что есть добро и что зло, знает Бог. И мы можем различать добро и зло только будучи непрестанно в Боге и познавая волю Божию, сознавая ее в каждый момент нашей жизни. А это у нас, к сожалению, не происходит. Мы часто волю Божией не понимаем. Аминь.